смотрите да как похож это не я это мой цифровой аватар прикольно правда получилось привет меня зовут игорь зугеевич и в этом видео мы с вами разберемся как создавать себе цифровых помощников а именно цифрового аватара который будет за нас снимать рилс tick tock youtube shorts и даже коротко полноценные ролики youtube к сожалению это видео я снимаю сам но думаю следующее видео будет снимать уже он тот цифровой аватар которого вы только что увидели значит мы будем использовать приложение сайт хейджин это приложение сайт которое использует наверное 90 процентов людей которые соответственно создают цифровой аватар я на самом деле тестировал различные приложения где-то мне он был не совсем похож на меня но по крайней мере вот фейджин он они не только работают с тем чтобы визуально он был похож на вас на также они работают с голосом если в других приложениях необходимо либо самому записывать звук голос чтобы он был похож на вас на ваш что здесь они проводят еще с помощью нейросети соответственно анализируют ваш голос и цифровому аватару какие-то какое-то наподобие вашего голоса соответственно там есть конечно да там как проблему бук проблема с ударениями как наверное везде но по крайней мере здесь голос можно подобрать и при монтаже уже там немножко скорректировать если мы делаем кита рилс ролики либо какие-то youtube ролики значит смотрите в чем основная потребность по крайней мере у меня при создании своего цифрового аватара у меня больше тысячи постов крутых текстовых постов моем телеграме моим youtube моем instagram инсте масти соответственно чтобы перевести вот этот текстовый формат видео формат мне необходимо там ставить камеры и сотни часов тратить на то чтобы записать все все эти видео вот я искал долго решение как это все можно автоматизировать и соответственно нашего приложения хейджин и сегодня огромное количество людей которые снимают ролики в рилс рилс ролики youtube shorts видео они используют именно это приложение хорошо давайте не будем затягивать будем создавать своего цифрового аватара для начала мы нам необходимо пройти регистрацию в хейджин я ее прошел ничего сложного нет я использовал русскоязычную русскую пост почту яндекс для того чтобы проверить все ли смогут пользоваться этим приложением но конечно же как в любом современном мире я всегда прежде чем что-то сделать я включаю в пен в пен у меня свой я его собрал с помощью также с помощью чаджи 5 с помощью моего цифрового помощника поэтому с в пеном я думаю что в этом году у них ни у кого я уже не должно возникать каких-то вопросов собирайте свой в пен покупайте свой сервер и все работает намного дешевле и качественней и все приложения там чаджи 5 хейджин instagram все работает соответственно без проблем после того как вы зарегистрировались вам дадут соответственно бонусные кредиты кредиты это в этом приложении это то что вы можете использовать для создания соответственно своего цифрового аватара значит есть платные тарифы есть бесплатные тарифы я в данный момент нахожусь на бесплатном тарифе если посмотреть на тарифную сетку то на бесплатном тарифе можем создать один аватар и соответственно одно минутное одно один бесплатный free credit получить и доступ соответственно к базе других цифровых аватаров платный тариф там соответственно вы уже можете создавать несколько аватаров например чтобы менять их периодически то есть одно и то же видео будет одна и та же картинка будет постоянно власть но не совсем прикольно будет когда у вас много картинок соответственно здесь интересный вариант я пока создал одного аватара чтобы протестировать посмотреть буквально зарегистрировался на этом сайте наверное несколько недель назад но сейчас руки дошли только его потестить посмотреть значит кстати вот когда проходите регистрацию если вы долго не заходите они вам дают бесплатные кредиты у меня сейчас больше четырех кредитов 4 кредита при этом я уже использовал создавал несколько видео с его с помощью этого приложения то есть они отправляют на почту письмо что ребят вы давно уже не заходили давайте заходите и соответственно пользуйтесь нашим приложением значит по ценовым расценкам здесь понятно значит как мы создаем аватар мы для начала у нас здесь не будет никакого аватара то есть я могу сейчас удалить но не буду этого делать что нет этого так нравится я создаю аватар то есть здесь у вас будет кнопка создать аватар вы создаете аватар основное основные сложности при создании аватара заключается в том что вам необходимо поставить камеру чтобы свет качество картинки чтобы качественно смотреть когда мы создаем аватары должно быть если мы хотим создать аватар хорошего качества то соответственно у нас должна быть картинка высокого качества высокого разрешения значит либо это студийная съемка либо это вот просто фотоаппарат ставите камеру ставить включаете на записи записывать основная задача это сделать двухминутный ролик то есть можно включить веб-камеру здесь и с помощью с ее помощью записывать свой аватар но соответственно там будут шумы помехи потому что плохой свет и скорее всего вашем ноутбуке плохая камера как и в моем несмотря на то что это apple там камеры так себе этого я всегда записываю на либо на телефон вот эти вот камеры либо соответственно ставлю фотоаппарат камеру там качество получше соответственно для чего это говорю нам необходимо создать хорошего качества картинку значит я записал видео двухминутное просто поставил камеру в течение двух минут говорил всякую чушь вообще не связанный текст просто я сидела разговаривал с камерой после того как я все это наговорил я выгрузил сюда свое это видео и соответственно основе этого видео и создался мой цифровой аватар вот когда вы будете также делать то есть вы будете использовать не камеру выгружать видео важно чтобы на вашем видео не было неких склеек то есть это должен быть один кадр то что сначала попробовал поленился даст взял склеил видео склепки не про не прошли мне система сказала что видео должно быть в один кадр это не должно быть никакие склейки это должны быть один кадр где вы разговариваете соответственно с камерой в течение нескольких минут плюс когда вы говорите То есть можно просто, конечно, сидеть, но лучше всего говорить для того, чтобы система поняла вашу артикуляцию. То есть как двигается, каким образом ваш рот и, соответственно, как двигаются ваши руки. Плюс он записывает голос и также будет в следующем видео подгонять под вас свой голос. Это тоже очень важно для того, чтобы сделать полноценного аватара. А дальше просто выгружаете видео, он анализирует его, просит вас по-английски зачитать определенный текст для того, чтобы вы подтвердили, что это ваше видео, что вы не сняли там своего знакомого, а потом будете пытаться с его помощью получить какой-то кредит. Нет, что это ваше видео, вы его подтверждаете, подтверждаете в видеоформате, включаете камеру, но там уже обычно ничего не нужно делать. Значит, все, после того, как вы выгрузили, у вас получается аватар. Аватар выглядит вот примерно так. Сейчас покажу вам. Вот, он говорит на английском, что он создал аватар для такого-то, такого-то аккаунта и, соответственно, все. Мы можем использовать другие аватары, которые здесь есть в базе, но зачем нам использовать какого-то странного человека, когда мы можем использовать, соответственно, самого себя. После того, как вы сгенерировали, соответственно, свой аватар, вам необходимо создать видео. Для этого мы заходим в Create Video и здесь выбираем формат. Я выбираю формат Reels, создаю Reels Video. Значит, я могу выбрать различные шаблоны, да, которые здесь есть. Здесь большое количество шаблонов, но большинство из них, соответственно, мне не подходит. Я хочу просто использовать свой аватар в качестве своего видео. Поэтому я выбираю аватар и здесь прописываю текст. Прописываю текст любой, который я захочу. То есть, изначально он показывает, что вот он текст на английском языке и, соответственно, он сейчас начнет говорить на английском языке. Если я выгружу это видео. Но нам... Он на английском языке, я ему вставляю текст на русском языке. Сейчас он проанализирует и также, соответственно, все это скажет на русском языке. Поэтому здесь каких-то проблем с языком нет. Если вам что-то не нравится, вы можете записать дополнительно. Как получать продажи и клиентов даже со 100 просмотров Reels. Напишите в комментарии к этому видео 605.14 и я пришлю вам ее в директ. Или переходите по ссылке в шапке профиля и читайте там. Ну, в принципе, хорошо. То есть, вот этот текст занял 12 секунд. После этого мы, соответственно, если нам все нравится, мы выгружаем это все. Мы не можем просмотреть превью. То есть, мы не можем здесь посмотреть. То есть, он говорит, но видео не генерируется по одной простой причине. То есть, если мы захотим, например, не платить этому сервису, можем включить камеру, записать это все. И, соответственно, не платить сервис. Чтобы бы такого не было, они не дают нам сделать превью. Они просто говорят, просто выгрузи это видео и, соответственно, посмотри, как это все будет делать. Вот мы здесь обычный редактор. То есть, мы здесь можем добавить, конечно, какой-то текст на свое видео. Мы можем добавить какие-то элементы на свое видео, чтобы оно было более интересно, презентабельно. Но я не рекомендую это делать. Потом в обычном редакторе при монтаже все это сгенерируете. Зачем вам здесь еще как-то лишнюю работу проводить. Я его использую. Вот мой аватар, вот тебе текст, прочитай текст, создается видео. Дальше это видео выгружаю и уже в редакторе его редактирую. Добавляю какие-то всплывающие элементы, либо какой-то монтаж, для того, чтобы видео, соответственно, было интереснее. Вот. Если посмотреть в итоге, что получилось. То есть, у меня здесь есть одно из моих видео, которое я сгенерировал. Это часть видео для моего Reels. И вот так вот это все выглядело. Да, представляете, это мой цифровой аватар, который может записать и перевести больше тысячи текстовых постов в Reels. Вот. Этот элемент я просто использовал частично в своем Reels. То есть, это не полноценный ролик. Это просто 7 секунд, которые были вставлены в мой один из последних Reels. Можно докопаться. Да, вот посмотрите, цифровой аватар выглядит просто шикарно. То есть, он... Ваше движение, да, вот он повторяет как-то с руками какое-то движение. То есть, в течение двух минут, что вы делали, соответственно, он тоже самое будет делать. Можно, конечно, докопаться немножко до того, как он говорит, как он строит губы. Но по большей степени это не так важно будет. Поэтому, ребят, если вы хотите создавать, не записывать Reels, просто запишите двухминутное видео. Но пишите текст и, соответственно, создавайте себе таких вот цифровых клонов, цифровых аватаров. Мне кажется, что это вот на сегодняшний день, это просто идеальнейшее решение для тех, кто не хочет постоянно снимать себя, постоянно снимать какое-то большое количество контента. Вот. Посмотрите, какие здесь есть шаблоны. Посмотрите, какие здесь есть варианты. В принципе, наверное, это все. Создавайте своих аватаров. Размещайте их в социальных сетях, публикуйте в социальных сетях. Ну, а если вы хотите чуть больше разобраться с тем, как создавать себе личных помощников на основе искусственного интеллекта, посмотрите, есть ссылка под этим видео. Переходите в мой телеграм-канал. Я там подробно об этом всем рассказываю и пишу, какие приложения, как что использовать, как делегировать маркетинг, продажи, продвижение своим цифровым копиям, своим личным помощником на основе искусственного интеллекта. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте нравится под этим видео. Пока.